Русский Гердос Мы говорим об охрененно пафосной, крутой вещи. Это броник, точнее реплика краевского броника NCPC от SimapoJir. Огромная благодарность Жене Колесову, официальному представителю Simapo в России, который дал эту няшку нам поддержаться. Сейчас посмотрим на нее внимательнее. Итак, сначала в двух словах расскажу, что же это за такая пафосная вещь и с чем ее едят. Это версия NCPC, NCPC расшифровывается как Cage Plate Carrier. Cage это, так скажем, большая система, разработанная краем. Там входят броники, разгрузки, ремни. Она отличается вот этой вещью. Это называется Chasis, ну то есть как бы основа, как сказать правильно, это похер английский, я херово знаю. Точно, это шасси, так скажем. В чем преимущество этих шасси? Тем, что на всех классических бронежилетах, на плитоносцах, так скажем, основная нагрузка ложится на плечи оператора. Здесь же нагрузка распределяется. Она снимается с плечей и распределяется на пояс. То есть если в обычных брониках есть, конечно, камербенды, которые, по идее, должны как-то это все сглаживать, но ни хера на самом деле. То здесь достаточно жесткий этот вот элемент. Плюс есть дополнительная вентиляция спины. Как видите, самая потная часть на спине вдоль позвоночника здесь отлично вентилируется просто. Ну и демпферные подушки на липучках. Все это очень хорошо помогает в этом бронике находиться долго, причем с комфортом. Но здесь у нас непростой CPC, здесь у нас N-CPC. То есть N-CPC это Navy, то есть морской. Да, кстати, как раз версию N-CPC вы не купите, кроме eBay, за бешеные бабки. Там, блин, даже не хочется говорить. Если уж N-GPC там торговался за почти 5000 баксов, то вот этот пафос там будет стоить под червонец, небось. Но не суть. В чем его основные отличия от обычной CPC? Во-первых, у него здесь нет вертикальных строп для того, чтобы вешать ПТТшки. Также у него, как вы видите, камербенды вокруг шасси сделаны так называемым Air Light. То есть как на JPC. Такие вот скелетные камербенды. Ну и сзади у стандартного CPC есть велкро на задней панели, здесь его нет. Вот, в принципе, такие вот нехитрые отличия, но делают из этого броника охрененно пафосную вещь. Ну, начнем осмотр его. Ну, в принципе, передняя панель здесь достаточно стандартная. Здесь есть у нас кенгурин под три магазина. В принципе, он аналогичен такому же на JPC. Обзор можете посмотреть мой на JPC здесь, а здесь будет сравнение с той солджевским NJPC. Есть большой, очень вместительный админский пауч с резиночками тоже, как у JPC. Но тут край в своем репертуаре, хотя у JPC этот пауч вроде бы как поменьше. Естественно, велкро, чтобы могли повесить сюда какие-нибудь пачки с голыми девками. Ну, а как же без них-то, кто воюет? Естественно, внизу у нас есть... Ох ты ж, мать, моя. Отделение под плиту. Здесь у нас вариант, точнее, размер M, то есть под плиту размер M, стандартный SAPI. Также видите, что здесь есть один фастекс на плече. Это сделано для быстрого снятия. То есть вам достаточно отцепить камербэнд, отцепить внутренний пояс, сейчас мы о нем поговорим подробнее. Отстегнуть фастекс и просто сбросить с себя броник. Все, вы свободны. Это также удобно тем, что его не надо снимать через голову. Если у вас там на голове каска, крутые наушники, это долго вам все это отцеплять и снимать. Вы просто скинули с себя и все, вы свободны. Едем дальше. У CPC и у N-CPC есть система быстрого сброса. Вот она реализована двумя вот такими вот, ну, как сказать, стальными тросиками в резиновой оплетке. Даже не резиновая, скорее прорезиненная какая-то, которая проходит через шасси. Вот здесь она, этот стальной тросик, вот он доходит до сюда, держит всю систему. Таким образом, как реализован быстрый сброс. Вот эти две, два конца, две петельки крепятся вот в таких велкоры-липучках на плечах. Вы их просто срываете и резким движением брюки превращаются в элегантные шорты, а с вас падает броник. Конечно, уже при осмотре с товарищей командниками высказали такое интересное мнение, что товарищу на штурме грех не дернуть за такую херню, чтобы с него свалился броник. Поэтому, если на фотках вы посмотрите внимательней, вот эти все хернюшки обычно прячут сюда как можно сильнее под наплечные велкор-панели, чтобы случайно где-то ими не зацепиться, ну или братьюне на штурме не пошутили. Что, в принципе, возможно, наверное, мне кажется. Так же, как на большинстве современных плитоносцев, у нас есть здесь петельки из велкора для крепления питьевой системы, для крепления каких-то проводов, чтобы они у вас не путались хер пойми где. Плечевые подушки очень толстые, и сверху у них есть усиливающий элемент – пластиковая вставка. Что очень даже неплохо, потому что эта пластиковая вставка идет под стропой, на которую идет нагрузка. То есть нагрузка даже на плечи у вас распределяется очень хорошо. То есть она не давит на ширину стропы, так скажем. А давит на ширину всей подушки, которая принимает на себя весь удар. По внутренней части. Сейчас расскажу про камербенды. Так как тут у нас система с шасси, соответственно, у нас камербенд, можно сказать, двойной. То есть это Air Light, уже всем вам знакомый по GPC. Ну и, собственно, само крепление шасси. Также тут есть пояс. Он был на ранних вариантах 60-94 от ЛБТ. Он продевается вот в эти вот петли на передней панели. Что позволяет дополнительно фиксировать бронежилет на тушке. Итак, как регулировать этот жилет по фигуре. Помимо того, что он регулируется вот здесь вот по высоте. То есть вы просто снимаете вот эту вот велокар-панель с плеча и под ней регулируете стропу. Он также регулируется по ширине. То есть если вы отъели неплохое пузико, вы сможете, в принципе, его на себя нацепить. Как вы видите, система быстросброса крепится к резинке, которая вот здесь внизу собрана в пучок и фиксируется вот такой вот интересной хитроумной приспособой. То есть вы эту фигню вытягиваете и, в принципе, можете регулировать вверх-вниз, ну и, соответственно, потом фиксируете. Внизу даже предусмотрен специальный кармашек, куда эту резиночку можно упихать. И она не будет вам натирать вашу поясницу. Ну вот сейчас не буду упихивать, он там достаточно такой тугенький, скажем так. Далее. Идем далее, встречаем Виталия. Поговорим про заднюю пластину. Точнее, под задний карман под пластину. Во-первых, что тут примечательного, это эвакуационная петля на липучке. Это есть хорошо. Она у вас не будет лишний раз за что отцепляться и тормозить вас. Задняя пластина у нас выполнена... Точнее, задний карман под пластину. Извиняюсь, все время что-то меня, глядя, сбивает. Задний карман выполнен отдельным элементом. То есть он просто на стропах прикрепляется к шасси. К самому кейдж. И вот тут у него есть молния. То есть он может использоваться с другими элементами, как разгрузки. Есть также кейдж Армор Чейзис. Такая вещь. То есть это вся система модульная. Там до хрена разных модулей. Можно копать как угодно. Ну, естественно, раз это карман под пластину, тут есть, соответственно, вход под пластину. Ну, куда уж без этого, куда ее пихать-то? Теперь поговорим о качестве исполнения. Все-таки Семапы это не какие-то там китайцы, а вполне себе даже очень кошерные корейцы. Поэтому поговорим о том, как они все это дело сшили. А сшили они его на отлично. Но, так как мы доебались и до Маруя, доебались до Airsoft Surgeon пистолета, доебемся и до этого. Сначала о хорошем. Швы действительно везде, где нужно, они усилены. Как вы видите, здесь, например. Здесь стропа очень хорошо прошита плотным толстым швом. Хорошо прошита здесь по боковиночке. Здесь, кстати, что интересно, у плиты... Блин, да что это все плитой-то называют? У кармана под плиту боковины сделаны из тянучки. Из такой же тянучего материала сделаны, например, места под наколенники на краевских штанах. Ну, здесь тоже швы все ровные, все очень хорошо, но местами, вот вы видите, есть такие вот макрушки. Это броник новый, его никто не носил еще. Так пару раз одели, покрасоваться перед зеркалом, обосрались и сняли. Вот здесь непонятно, лично мне фигня. То есть на этой стороне все прошито хорошо, черными ниточками по черному велкры. А здесь ниточки местами проскакивают тановые. В принципе, это, конечно, внутри находится, но все равно, как говорится, неприятно. Что-то тут, видимо, пошло не так, плюс они еще махрятся. Далее по фурнитуре. Фурнитуры на этом бронике немного, на самом деле. Это фастекс и сзади металлические петли. Фастекс у нас, производство моей любимой фирмы, сейчас, если будет видно, и ТВ Нексус. Это говорит нам о том, что этот фастекс может пережить много кого. Может быть, даже весит броник. А задние металлические петли у нас фирменные. На них выдавлена Симапа Джир. Ну, в принципе, металл не скажу какой, но вроде бы неплохой, и сами петли достаточно толстые. Кого косяка в этом нет. Далее по косякам. Я не видел еще до сих пор ни одной реплики, ни одного броника с камербендом Air Light, это, конечно, в основном GPC и NGPC. У которых этот Air Light был бы как на настоящем GPC жестким. Здесь он мягкий. В настоящем GPC, к примеру, в Air Light вставлена пластиковая вставка жесткая, которая не дает ему вот так вот гнуться, которая держит форму. В чем его прикол, в принципе, есть, чтобы подсумки не оттягивали вот эти вот стропы вниз. Что на реплике вот той Солджера? Что здесь? Все мягко. Но если вот той Солджер внутри просто была прошита еще одна стропа, здесь у нас все-таки есть какой-то вот нейлон. Вот там вот вы можете видеть черный такая вот хренотень. Плюс она еще тонкая, эта хренотень. Она не во всю ширину стропы. Ну, сэкономили тут, ребятки, что же сказать. Да, еще забыл про некоторые особенности конструкции CPC, которых надо упомянуть. Нельзя не упомянуть. Во-первых, сразу здесь мы имеем с двух сторон паучи под рацию. С резиночками. Резиночка у нас также регулируется. То есть здесь она завязана, узелок. Вы можете ее под разный размер рации отрегулировать, развязав-завязав за другие стропы и так далее. Здесь у нас есть вот такие вот кнопки. Нахрена с одной стороны здесь кнопки, потому что это не подсумок. Это не что-то там, что сюда можно засунуть и носить с собой. Как я уже говорил, кейдж это система модульная. Соответственно, есть такой модуль у нее, называется Бласт Белт Караевский. И у него есть специальные крепления, которые крепятся сюда. И, соответственно, Бласт Белт сидит на вас хорошо и удобно, плюс снимает часть нагрузки с броника вниз на Белт, который у вас находится на поясе. То есть вместе со всей вот этой вот ебанистикой под названием Кейдж Чейзис и этим Бласт Белтом вы вообще будете на Рославоне бегать, даже если нацепите на себя ту его кучу всякого говна. Вот, в принципе, все, что я хотел вам сказать об этом замечательном бронике. Ну и, как всегда, о вкусном. Оригинал этого офигенного броника от Края, у самого Края на сайте, стоит в районе 550, по-моему, почти 600 баксов. Вот. Ну, а как всегда, вы его там найдете только в мультикаме, в Тане и никаких веселых расцветок типа Ауаров. Ну, а вот такой вот клевый броник от Симапа будет вам стоить 26 копейками с доставкой до вас, естественно. По акции он стоит 21. Ну, что сказать, это просто шикарно, ребят. Вы сами видели, насколько хорошо он сделан, насколько он копеен. К сожалению, ну, не удалось достать оригинала, чтобы показать, что он, блин, он охрененен. Что еще сказать? Всем селам, особенно дивгрушникам, хватать, бегать и быть крутыми, пафосными, играть в правильный страйкбол. С вами был русский Гердос. Пока.